Об Астрахани и о ее тюркском населении, как оно возникало самыми различными путями и добровольно, и в свете сложных исторических событий. Прямо с начала 18 века, с периода Петра I Великого, Астрахань оказалась в центре сложных процессов кочевого и полукочевого мира. И были очень сложные и важные сопутствующие факторы. Это близость Крыма и Кубани, которые тогда были независимы и очень часто вступали на стороне Турции в конфликты с Российской империей. Особенно возьмем войну 1735 года и ее последствия где-то до середины 40-х годов 18 века. И еще пополнение калмыцких орд, которые всегда тяготели к тому, чтобы иметь у себя тюркских пленных, тюркских припущенников, которые бы служили в войсках и исполняли подсобные функции. В 1758 году, после крушения Айратского джунгарского ханства, еще одна волна калмыков, преодолев степи Казахстана, во главе с цареншарапом Найоном, пришла на Нижнюю Волгу. И привела с собой большие группы тюркских народов Сибири, Центральной Азии, некоторые из которых частично сохранили даже до сих пор на территории Астраханской области или соседней Калмыкии свою идентичность. И, наконец, в 1771 году основная часть калмыков, подчиненных России, тургутов, во главе с ханом Убаши, откочевала обратно в западную часть Китая и Монголии, в Джунгарию. И тогда тюркские пленные обрели, ну, не то что свободу, но прямое подчинение царским, имперским и губернским властям. Мы сегодня в составе Нагайского населения Астраханской области рассматриваем две небольшие группы. Вот одна группа будет связана с первым этапом, более ранним, а другая со вторым, более поздним. Это кундровцы села Тулугановка, вблизи границ с Казахстаном, с большим трудом, разными этапами они там поселились. Около 400 человек. Перепись поможет уточнить, сколько на самом деле и кем там, кто себя считает. Вторая группа это Утары-Алабугаци с границы Астраханской области и Республики Калмытия. Смешанная группа на Нагайской основе разного-разного происхождения. Тоже около 400 человек. И несколько маленькая крошечная группа, где-то человек 10-20 проживало, было село Учтубе Утарское. Потом она стала селом Янгаскер служилых мишарских татар-переселенцев из-под Пензы Чебарского уезда с царской службы, которые бежали. Чем интересны группы? У каждой своя немножко традиция. У кундровцев существует вот этот интересный обряд в интернете, в ютубе «Огонь для невесты» сюжет, когда невеста должна перешагнуть на свадьбе через огонь. А у Утаров-Алабугатцев название тех народов, которые вошли в состав этой группы, хотя бы небольшими частями, они стали названиями родовых групп уже самих Утар. И вот это название Алабуга. То ли фольклорный образ, то ли топоним, то ли какое-то имя почитаемое. А Алабуга – пестрый бык. Это название окуня, рыбы, которую стали ловить жители, вот это как раз приграничье Астраханско-Калмыцкого, озера там, лиманы, речки, пруды. Сохранив вот это старинное буха, бык, название древней тюркско-монгольской культуры. Эти две группы, они, конечно же, святы с юртовцами. Астраханскими юртовцами вот этих 11 пригородных селений, вот эти 25 тысяч человек. Ногайская группа, иногда их берут в составе юртовцев, а иногда дают отдельно. Право же, большой разницы нет. Если карагаши долго кочевали, юртовцы перешли к полуоседлой жизни после царя Петра I, где-то с 1750 года, и уже к началу XIX века стали полностью оседлым населением. Утары Алабугацы и кундровцы-тулугановцы стали полностью оседлыми жителями вместе с карагашами, тоже где-то в 1929 году. Давайте разберемся, что есть, что и что есть. Как маленькая разница, как вы чувствуете в образе жизни, в традициях, ее все-таки можно проследить. Когда Петр I совершил свой персидский поход в 1722 году через Астрахань, к нему присоединился сильный калмыцкий главный хан Аюка. И в районе речки Сулак, в районе нынешнего Тизляра, он захватил в плен орду нагайцев-маллыбашцев. Это название очень удачно выделили Андрей Горяевич Митиров из Элисты и Илья Васильевич Тарапицын из Астрахани, архивист. Тысячу тибиток, это значит где-то побольше двух тысяч человек. И держал у себя, но астраханский первый губернатор выразил протест и потребовал этих нагайских пленных отдать ему. Аюка сопротивлялся, долго шла коллизия, но в итоге началась русско-турецкая война 1735 года. И вот эти малыбашцы выступили на стороне калмыков в составе российских войск, но где-то под Азовом были захвачены в турецкий, в кубанский плен. Но может быть не все, примерно половина их, как последние наши наработки свидетельствуют, так и остались в районе поселка главного Сулака на побережье Каспийского моря. Но тысяча человек вот как раз и оказалось в Приазовье, и сдались они во главе с Мурзами Тимирбулатовыми, где-то 700-800 человек. В 1743 году и были переведены под Астрахань, где образовали три аула. Как я понимаю, будущее Тулугановка, это был один из этих аул. Может быть два аула между собой делили эти названия после того, как Мурз Тимирбулатовых сменили Мурзы Тимбаевы, эдисанские князья. Но об этом немножечко потом. При Астрахани оказалась очень большая масса нагайцев разного происхождения. И правительство стало думать, что с ними сделать, что с ними сделать. И было решено караванами вдоль Волги, немножечко конным порядком, у кого не было коней, пешим порядком, все остальное на судах направить их в Свияжский уезд Казанской губернии. Так 1 марта 1744 года и было постановлено, и караван двинулся в движение. Кундровские, так их уже называли, нагайские татары вместе с алтанаульскими нагайскими татарами, это уж настоящие кубанские нагайцы, которые попали в плен. Почему кундровцы? Почему слово малый башцы сменило слово кундровцы? Дело в том, что они восприняли калмыцкое название. Хунд харулх по-калмыцки – это пасти овец. То, что они были именно скотоводы, именно специализировались по мелкому рогатому скоту, именно это калмыки подчеркнули. По-тюркски, потом по-русски стали произносить кундровцы, а в оренбургском произношении – кундуровцы. Мы еще к этому делу вернемся. Но что получилось? Пока шел караван, вышел указ об образовании Оренбургской губернии и поверстании в казачество поселенцев всех национальностей и разных даже вероисповеданий, в казачество вероисповеданий, которые хотели бы служить на границе. И, побывав в столице, князья Мурзы Тимир Булатовой договорились, что где-то под Самарой или между Саратовом и Самарой караван их сородичей и подопечных, кундровцев, будет повернут на восток и доставлен в новую Оренбургскую губернию. Так и получилось. Где-то человек 600 вот этих кундровцев были поселены при крепости Озерная на реке Сакмари. Остальные 300 человек остались в Астраханской губернии и, скорее всего, их между собой соединили. 300 человек бывших малыбашцев и 300 человек едисанцев князя Нияза Тимбаева. Как раз вот тогда село Тулугановка возникло и немножко севернее города Астрахани, а потом где-то лет за 150 на 50 километров примерно продвинули на казахскую границу в нынешний Володарский район, где кундровцы-тулугановцы сейчас и проживают. Что произошло дальше? В казачестве служить не все захотели. Взбунтовалась половина кундровцев. И 23 января 1947 года, зимой, они бежали в казахские степи к хану Абулхаиру и его сыну, принцу, скажем так, Нурали. И решили служить им и вести дальше кочевую жизнь. 25 семей или 100 юрт. Где-то около 300 человек. И возникли вот эти четыре рода. Уйсен, Костангалы, Казан-Кулак и Кояс. Сейчас примерно 12, может быть, 15 тысяч человек, которые себя называют Ногай-Казак. И живут на станции Женебек или Дженебек при Волжской железной дороге. И в округе, имея интересную традицию. 300 человек остались под Оренбургом. Но после победы над Наполеоном, 26 семей, тоже человек 100, отказались от казачьего статуса. Сказали, будем жить по-башкирски. Служить только время от времени. И иметь башкирское вотчинное право. Служить по башкирскому закону. Но в соседнем селе Чишма еще человек 100. И в Новокондуровке, сейчас это туристическая база для памятника всемирного значения археологического Аркаима, уже Челябинской области. Еще человек 150, может быть, 200. Они сохранили себе мусульмана, казачий статус. Что еще интересно, и рядом с вот этой 1895 году Куякла-Кундрау, новой Тулугановкой, находился маленький поселок Мангит. Но также Мангит был поселок и у утаров-алабугатцев. Рядом с нынешним городом Лагань, поселок Северное, это фактически и есть бывшее поселение Мангит. И название утар было у кундровцев-тулугановки. Тулга, шлем, это и десантское название. Суджиин, те, кто живет по берегу реки Утар. Возникли новые родовые группы. А старые, прежние, малыбашские родовые группы, их вывели в своем составе, но гай-казаки в Женебеке и вокруг. Кто только не вступал в состав утаров-алабугатцев, алабугада 1929 года. И с начала 20 века в город Лагань, вот как раз Северное Мангит, в Улан-Холл на станцию, стали переселяться вот эти утары-алабугатцы. Но возникли они гораздо раньше. Четвертая ревизия, четвертая перепись населения 1782 года упоминает. Отставших от побега калмыков под властью капитана Муллы Абдулы Женгуршина, вот этого, который предавал своих единоверцев за милую душу, и строчил на них доносы, и выполнял царскую волю. Ему дали улуз, и поручили ему командовать вот теми тюрками, которые отстали от прежней калмыцкой власти. Бешульский род, Джембулутский, Трухоманский род, Тагмутский род. Это казахи и башкиры, которые когда-то сражались с калмыками, были взяты ими в плен, и вместе с ними переведены на Волгу. Интересно, что Алтыар-Арба, вот этот казахский род, он как маленький род встречается и в составе утаров-алабугатцев. Утар – это значит атара, а алабугат – это и пестрый бык, это и название окуня. Очень много калмыков, принимавших мусульманство, вступали в состав утаров-алабугатцев. И возникло вот это село Алабуга, которое делилось на несколько поселков. Дело в том, что рядом с Улусом Абдул-Иженгуршхана кочевали киргизы. 105 мужчин, 115 женщин. Это где-то около 300 человек. Это киргизы с озера Иссык-Куль, которых калмыки привели с собой. И они пользовались, вот эти потомки древних воинов тюркского каганата, среди утаров-алабугатцев, особой популярностью, как воинственные и смелые. Даже специальные песни, присказки о них были. Но вообще восхитительно. Всегда кочевники переходят к оседлости. Нет, 1850 год, вот тут недалеко. Бухарское, узбекское подворье, торговый двор. 25 семей, 100 человек, торговцев, купцов, только далекие предки, которых еще до Чингисхана могли вести кочевую жизнь, сказали, мы будем жить в юртах и будем кочевниками. Или полукочевниками. И присоединились к утарам-алабугатцам. Поэтому недавно покойный, светлая, добрая, на веки ему память, профессор из Елабуги, тоже по-татарски Алабуга, Леонид Шейсултанович Арсланов, выделил в Ногайском диалекте утаров черточки массы разных тюркских языков. Алабуга состояла из нескольких поселков. Поселок Кыргыз был и самым большим, и самым уважаемым. Поселок Джамбайлык. И третий поселок Бешагул, Сарт, Туркоман и другие. Он был в небольшом отдалении, тоже, видимо, состоял из поселков. Когда в конце 1918 года отступала 11-я Красная Армия, весь поселок Туркмен, Трухмен, заболел тифом. И фактически все скончались. Остались только женщины, которые вышли замуж в другие родовые группы. И через них при помощи одной умной и красивой девочки, Катени Тебеляловой, удалось выяснить родовую тамгу вот этого рода туркмен. Джамбалуксы – это явно нагайцы, которые пришли со Ставрополя. Трухмены тоже как-то связаны со ставропольскими туркменами, может быть, также астраханскими. И все это пополняло интересную утарскую общность. Да, где-то с 30-х годов она стала уже совершенно оседлой. Утара-Лабугатцы, они жили в Калмыкии фактически, но в Калмыкию не входили. А Лабугатская волость имела в центр в селе Учтюбе. А Куякла-Кундрау вошла в Хаджитаевскую волость вместе с Карагашами. И поэтому прежние нагайцы, и нагайцы вновь переселившиеся, они как-то сомкнулись между собой. И у кундровцев и Карагашей очень много родственных связей между собой. И поэтому, в отличие от утарского диалекта, у которого черточки других тюркских народов, больше общеногайского и регионально-ногайского сохранили кундровцы села Калугановка. Но сюрприз переписи 2010 года. Внезапно показали 1100 человек по России, что они свободно владеют алабугатским тюркским языком. Где? В Иллисе? Нет. В Астрахани? Нет. В Казани? Нет. В Оренбурге? Нет. В Иркутске на Сахалине? Да. В Калининграде? Да. И, может быть, чуть-чуть в Волгограде и Самаре. Но такая большая масса, и почему они назвали именно этот язык? Ну, приятно, что по стране так пропагандируют небольшие группы астрахано-тюркского населения. Еще интересно. В поселке Чулпан, после того, как переселились в голод из Кандуровки, вот эти потомки сначала казаков, потом вотчинных охотников в лесах предгорий Урала, в поселке Чулпан я побывал дважды. И второй раз 7 июля 2015 года. Очень трогательный и хороший получился момент. Я по сотовому телефону дал переговорить между собой Евдяту Зюмалину, главе сельского поселения Чулпана и окрестностей. У него отец Кандуровец, но мама из казанских татар, которые тоже вступили в казачество. А здесь трубку взяла уважаемая Марсарвар Ибляминова, глава Тулугановки Кундрау. Оказывается, кундровцы и кундуровцы могут понимать друг друга и очень интересуются друг другом. Ну что, жизнь продолжается, может быть, будут новые встречи. Уважаемые друзья, если мы возьмем даже самую маленькую группу, в ней, как в капельке води, раскроется целый океан безграничного тюркского, тюркокепчакского, тюркокепчаконагайского мира. То, о чем интересно беседовать и о чем очень поучительно знать. Но так, в апреле 2011 года состоится перепись населения всероссийской, еще одна. По-старому была бревистская сказка 2021 года. И мы лучше узнаем, как люди себя идентифицируют, как осознают настоящее время. Где-то в рамках одной национальности, где-то через черточку, где-то давая субэтнос дополнительную национальность. И как раз в районах проживания аутаров и лабугатцев и кундровцев в Тулугановке, а может быть и кондуровцев Оренбургия, а может быть и ногай казаков и их двоюродных братьев в самой западной точке Казахстана, мы сможем получить интересный научный, творческий и, я бы даже сказал, художественный материал. Позвольте пожелать вам всего наилучшего. И в чате, в обсуждении готов буду ответить на ваши вопросы и, ну, не выслушать, так просчитать, ваши интересные и увлекательные комментарии и соображения. Может быть и представителей тех субэтнических небольших групп, которые я только что беседую с вами, затронул. Благодарю за внимание. Всего доброго.